Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Дмитрий Павлов. Здравствуйте! В Самаре стартовала летняя навигация. В среду 3 апреля в Самаре открылась пассажирская переправа по Волге до Рождествена. Об этом сообщили на сайте речного пассажирского предприятия. Первый рейс с речного вокзала в 6.45. По планам суда будут курсировать по Волге ежедневно с заходом на проран. Однако гидрометеорологические условия могут внести коррективы в ритмичность перевозок. Еще один фактор – пассажиропоток. Также стоит напомнить, что на прошлой неделе по Волге прошелся ледокол Портовый-13. Он уже не первый год освобождает путь от Самары к селу Рождествена. Волга уже чистая, была только рядом с городом. В протоках еще много льда. При этом, как отмечают специалисты, в этом году ситуация непростая. Из обильных осадков лед очень плотный, местами толщиной до 1 метра. Реки Самарской области начнут скрываться ото льда во второй половине апреля. Потопление весной угрожает 71 населенному пункту в регионе. В этом году из-за тяжной весны паводок в регионе пройдет постепенно. Резкого таяния снега и быстрого подъема уровня воды в реках не ожидается, ведь нет резкого потепления. И все же в половоде под угрозой 71 населенный пункт, расположенный в 16 районах региона. Так, весеннее половодие может негативно сказаться на Кенеле, Алексеевском, Борском, Волжском, Елховском, Красноярском, Красноармейском, Нефтегорском, Похвестниковом, Кенельском, Камышлинском, Кенеле-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском и Хворостянском районах. В Самарской области реки начнут скрываться ото льда только во второй половине апреля. Так, на Куйбышевском водохранилище лед скроется в конце апреля или начале мая, а на Саратовском в третьей декады апреля. Согласно прогнозу, весной 2024 года максимальный уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Он может достигнуть от 55 до 240 сантиметров. Во время половодия в регионе ожидается потопление девяти низководных мостов. Они расположены в Пестравском, Кенеле-Черкасском районах. Три моста в Большеглушицком и четыре в Красноярском. Однако они спроектированы специально так, чтобы могли погружаться в воду. В Кенеле-Черкасском и Большеглушицком районах отсутствуют объездные пути. Для людей будет организована лодочная переправа. Течет кровля дома, повышенная влажность и все стены, и потолки в разводах. С такой проблемой столкнулись жители дома номер 112 по улице Санфировой. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Лидия Якимовна едва сдерживает слезы, показывая свою жилплощадь. На старости лет заслужила, говорит пенсионерка. Это все последствия потопа. Тазики тут почти круглогодично. Небольшая передышка только летом и то до первого дождя. Особенно обидно за маму, вдову ветерана Великой Отечественной. С 1972 года мы здесь живем. Вот с 1972 года, вот 52 года, капитальный ремонт у нас никогда на крышу не делался. Раньше у нас мешки прям брали в гудрон, макали и заделывали. Вот все частями. Частями там, частями там, частями там. Все на этом. И вот уже сколько мы пишем, контора меняется за шесть лет, уже шестая. Это раньше на Мичуре у нас была. И в итоге в том году ходили, 1 ноября, сказали, придет какой-то инженер, зовут Сережа, и все на этом. Сейчас снег сходил, вот только ведро убрали. Вот течет второй. Вот в зале у нас течет уже. Вот я это вот замазал года два назад. Вот этот вот участок, он уже был большой. Сначала водоэмульсионкой, потом краской, потом красил. Что в итоге? Месяц не прошло, и потихоньку пошло, 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 пошло. На кухне у нас то же самое течет уже. И в ванну стало переходить. У нас проводка вся внутри. Загорится у нас это пять минут, потому что у нас кругом дранк. У нас только единственный кирпичный дом. Под потолком проводка люди всерьез опасаются короткого замыкания. Местные жители обращались во все возможные инстанции. Везде выслушивают, сочувствуют и даже обещают помочь. Вот только проблема так и не решается. Ну как живем? Вот так живем, мама плачет постоянно. Здесь у нас мебель, которую брат строил. У нас уже мой папа похоронили, я сына здесь похоронила. У брата, как говорится, нас отсюда переезжать мы ни в какую не будем. Даже говорить нечего об этом. Мебель сломалась, она сгнила. Даже надо же ее в колонку капать. Ведра подставляем. Прям ведра на самом деле. Обещала жилистная контора, как будет дождь, мы придем посмотрим. Как будто мы здесь врем. Никто не пришел за все года. Никто никому ничего не надо. Деньги мы платим регулярно. Единственное, естественно, на счету, за капремонт у нас наверняка деньги есть. Уж на шифер, на листах 10, может быть, там 8, наверняка, наверное, хватит. Вот так вот и живем. Плачем, а куда деваться живем? Каждый раз люди за свой счет приводят в порядок жилье. Хватает ненадолго. Крышу починить финансов точно не хватит, сетуют пенсионерки. Иссякли уже и личные финансы, и эмоции. Женщины надеются, что хотя бы с помощью огласки и их проблемой займутся. В Самарской области за сутки на дорогах пострадали два пешехода. Одно из ДТП произошло в железнодорожном районе Самары. На море Сатереза Тойота наехала на 42-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия женщина госпитализирована. Второе ДТП произошло в Новокубишеске. 52-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ГАЗ», на коммунистической наехал на 56-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия мужчина госпитализирована. Попалось на взятки. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения. Предварительно установлено, что 58-летний руководитель одного из отделений среднего специального учебного заведения структурного подразделения регионального вуза, находясь на своем рабочем месте, получила отучащееся незаконное денежное вознаграждение в сумме 345 тысяч рублей. Указанные денежные средства предполагали содействие беспрепятственной и положительной сдачи нескольких зачетов и экзаменам 17 студентам без фактической проверки и оценки знаний по дисциплинам, а также без необходимости явки. Подозреваемая в коррупционном преступлении была задержана сотрудниками Самарской транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН СМЕРЧ на транспорте, Управления Росгвардии по Самарской области. По материалам сотрудников Средневолжского главного управления МВД России на транспорте, Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте, Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подозреваемой Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Самарцев предупреждает о новом виде мошенничества через госуслуги. Безработному жителю Безенчака через мессенджер позвонил якобы сотрудник госуслуг и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из СМС-сообщения, что он и сделал, после чего попытался зайти в личный кабинет, однако вход был заблокирован. Мужчина обратился в ВПЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту, на что сотрудники ему сообщили, что с его страницы неизвестном оставленной заявке уже получены справки о доходах и удостоверении личности. Специалисты сообщили 21-летнему мужчине, что от его имени подана заявка на микрозайм в размере 29 тысяч рублей. Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на госуслугах. Это привело к блокировке входа на портал. Благодаря оперативному обращению потерпевшего в полицию удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. В Самарской области многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано в среду 3 апреля 2024 года. Для получения данной льготы необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Если ребенок еще не достиг 14 лет, его должен сопровождать родитель, законный представитель или другой совершеннолетний. Однако на сопровождающих, не являющихся членами семьи, льгота не распространяется. В Самарской области потеплеет до плюс 17 градусов. Такой прогноз делают специалисты при Волжского ГМС. В ночь на четверг 4 апреля в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. Днем сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 17. На этом выпуск завершен Интересные новости и программы Можно также посмотреть и прочитать На информационно-аналитическом сайте www.gaslimansky.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале На ваших экранах яркод Сканируйте его камеры приложения Мы же с вами прощаемся Всего доброго и до встречи